30-летие независимости Кыргызстана широко празднуется и в России, где представительства нашей страны совместно с диаспоральными организациями провели концерт в одном из престижных залов Москвы. Дипломаты и гости вечера отметили, что за прошедший период многое изменилось. Сменились эпохой поколения. Но неизменной и непоколебимой осталась дружба между Кыргызстаном и Россией. Многовековые связи Кыргызстана и России являются достойным примером успешного сотрудничества и дружбы двух народов. Взаимное доверие, совпадение концептуальных подходов к широкому кругу международных проблем, стремление к совместному развитию, единые традиционные ценности являются основой эффективного межгосударственного взаимодействия. Саламадцы из Дарбы. Воистину, как говорит кыргызская пословица, эскидос эстен петпейт, жаныдос кадрга шетпейт. Заместитель министра иностранных дел Кыргызской республики, который приехал на мероприятие, остановил меня. Решад Нур-Ахманович, вы куда? Я говорю, ну вы здесь стоят диаспоры, вы... Нет, вы наш человек. Башкир переводится на кыргызский язык, алтайский кыргыз. Мы честуем наш Кыргызстан с ее традициями, историей и культурой. С отрывка из эпоса Манас, как духовного стержня народа, начался культурный вечер. Фрагмент спектакля «Семей Тэйсен Манаса» по постановке Джалиля Садыкова представили актеры театра «Аян», созданного мигрантами из Кыргызстана в Москве. В этот вечер через искусство артисты и вокалисты выразили дружбу между странами, проверенную веками и испытаниями. Они обошли стороной тему Великой Отечественной войны. Моги таланта, которые блистали на сцене, являются студентами ведущих музыкальных вузов России. Я, конечно, всегда вспоминаю этот праздник теплом, потому что с детства папа водил меня на большие концерты 31 августа на площади, а потом, когда я выросла, я уже с этими большими коллективами, с государством, с симфоническим оркестром, с президентским оркестром Манас уже выступала сама на площади. А насчет родины, ну, что здесь можно сказать? Это отечество, это то место, где ты родился, вырос, с чем у тебя связаны самые теплые воспоминания. В этот день отмечается особый вклад трудовых мигрантов. Они своими переводами поддерживают не только свои семьи, но и экономику страны. То есть работал в магазине продавцом, официантом работал, служба такси работал. И как бы можно зарабатывать, и это меня устраивает. Мы можем работать только без патента, да? Виртуозное исполнение на национальных инструментах, мировая классика, душевные песни. Весь праздничный концерт прошел на одном дыхании. Многовековая культура крыгызского народа была показана во всем великолепии.